Фри Азов. Кто создал движение в поддержку азовцев и какова его цель? В Украине уже продолжительное время существует движение Фри Азов. Его участники регулярно проводят акции, цель которых – добиться освобождения из плена украинских военных из полка Азов. Что известно о движении, кто его создал и какова его цель, в материале «Новости Украина ниже». Кто стоит за Фри Азов? Инициаторами движения стали родственники и близкие украинских бойцов полка Азов, а также активисты и правозащитные организации. С момента начала войны многие украинские солдаты оказались в плену, и семьи пленных начали кампании в социальных сетях, направленные на привлечение внимания к их судьбе. Одним из ключевых символов движения стала надпись Фри Азов, которая активно используется в социальных сетях с целью распространения информации о бойцах. Активисты устраивают акции поддержки, митинги и другие мероприятия, чтобы привлечь внимание международного сообщества к проблеме военнопленных и заставить правозащитные организации и правительства разных стран вмешаться в этот процесс. Цель акции. Основной целью Фри Азов является освобождение пленных украинских солдат, особенно тех, кто защищал Мариуполь и попал в плен после капитуляции на заводе Азовсталь в мае 2022 года. Согласно заявлениям активистов, они стремятся добиться привлечения международного внимания к проблеме украинских военнопленных, усиления давления на международные организации, такие как ООН, Красный Крест и правительства стран, которые могут повлиять на обмен пленами, организации гуманитарной помощи для военнопленных и их семей. Акции и митинги проходят под лозунгом «Свободу Азову не только в Украине, но и в других странах, где общественные движения и правозащитные организации поддерживают инициативу». Символы движения можно увидеть на улицах европейских городов, в социальных сетях, а также на мероприятиях, организованных диаспорой. Читайте также о том, где сейчас Дмитрий Арест-Казацкий. Его фото облетели почти весь мир в начале войны, а сам он потом за них получил признание и многочисленные премии. Кроме того, в Бухаресте состоялась акция «Возвращение домой». Участники прошлись походом в посольство Украины, а также устроили пикет у посольства страны-оккупанта.